ничего себе поворотный бушприт мертвое море еще вчера приехали вот у нас палатки стоят она вода очень масляной короче вот такое это море заходишь по грудь и сразу всплываешь мы уже готовы мы несемся сегодня в тель-авив до диночка у нас у друзей здесь есть спортивная лодка небольшая и мы сегодня будем гонять и заодно вас познакомим так что будет у нас еще опыт хождения на чем-то быстреньком сегодня да а затем мы едем к нашим еще одним друзьям с которым мы переходили тихий океан это дар май они тоже живут в тель-авиве мы у них сегодня остаемся проведем вам и покажем молодежная программа мы вам расскажем о том как выглядит тель-авив суются да кстати тель-авив же молодежный город очень говорят там столица стрит-арта нам есть не покажет вот и мы сегодня едем в тель-авив а завтра после ночевки у наших друзей мы едем куда на мертвое море на мертвое море сейчас мы находимся внутренняя часть марины то есть это та часть которая не туристическая вернее как это не часть марины в которой вы можете арендовать место для лодки то есть вот эти вот все лодки это скорее всего люди которые живут в этих вот домах ну на самом деле херцелия питуа это герцелия development херцель это человек который создал израиль поэтому это место почему-то очень богатая то есть это место в котором живут очень богатые люди потому что очень дорогая недвижимость и вообще все что связано с жизнью на берегу хорошие виды и вот лодки которые стоят возле прямо возле домов а вот эта стройка там расстраиваются еще скорее всего новые и новые дома лодки которые желтыми флажками это школа ухты теперь нас эта рыба прыгающая есть на камере и на тель-авиво вот центр тель-авиво вы видите дома и мы находимся в марине здесь ближе к берегу идут маленькие лодки а дальше идут большие получается центральный вход на пирс и в две стороны расходятся понтоны изнутри и вот там дальше и здесь вот поэтому такая вот конфигурация марины вот наша лодочка джинджер уху ничего себе поворотный бушприт поворотный бушприт крутая вещь вот такая она марина тель-авив это стас привет мы готовы сегодня будет кино поводненька моет вот да молодец давайте друзья давайте я сейчас познакомлю вас с хозяином лодки володя это капитан этой гоночной лодочки я может и капитан на рулевую у меня или когда рулевую жена привет самое главное что в нашем деле кричать жопы за борт эта картинка была там где парень с девушка идет и он и говорит забудь все что я те говорил при швартовки не думает не заглох не работает все я отброй отпустил этом подвернем а скоты отдать вышел это еще не вниз ой, хлебота даже проверить, как пусть слева вот, как на всех гоночных водках естественно палок, в каюту никаких мешочков на палке ничего не должно привет а то будешь этот, гриль поворотный буст-прит, это очень круто да, 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 да все? Быстрее, 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 еще чуть-чуть, все, крепись, накрепись, есть, хорошо, Элечка, приведи, Дима, иди на яд, Панечка. Этот экстрим, спереди нас Яфа, что это за вот этот город, это Батьям, и за ним сразу начинается решение, Ага, а вот тот вдалеке, это Аждор, а почему они так называются? А это миф про Андромеду, которую там не хотела она, по-моему, замуж выходить, в общем, приковала ее, и бросилась она со стены, и пучина морская поглотила ее, и превратилась она в камень, и вот эта вот скала, это и есть Андромеда, прикольно. А в Израиле, ну, все-то, куда ни не станешь, а если 3000 лет назад что-нибудь да произойдет. О, какой красивый вид, да, такой с полосочками. Вот в этом доме продается квартирка, я позвонил, мне девушка мило говорит, эта квартирка построена, назвала имя итальянского архитектора, в каком-то там допотопном году. 300 квадратных метров общая площадь, и сколько она стоит, вы сказали, сколько, Элика, 35 миллионов? Я думал, лимонов два. Да. Володя, шкотовый угол закинь на полу, чтобы вода не упала. Берегите мозг, ща крутить будем, все, роняй. Все, крутить, челикорезно давай. Отлично, молодец. О-ла-ла, чётенько. А на самом деле вам все врут, здесь есть второй мотор внутри. Не верьте, там все врут. Ласт ты, ласт. Володенька, скажешь, когда зацепить? Вуаля. Очень круто, классно, молодцы. Мёртвое море. Ещё вчера приехали, вот у нас палатки стоят. Это наши друзья Доры Май, вы их уже видели с собачкой. У нас тут был вчера мангал, шашлыки. А вот Мёртвое море. Про море немножко расскажу детально. А вот, когда выходишь из моря, есть один бассейн с пресной водой. И вот сейчас я покажу ещё один. То есть, покупавшись в этой воде, она такая солёная, солёная-солёная. И вот приходишь сюда, в этот маленький бассейн, смываешь себя всё, всё, что накопилось на этом море. Вот про море, пойдёмте, я вам расскажу. Дина, Дина, расскажи, что ты делаешь. Собираю сокровища. Что это за сокровища? Соль. Соль, такими огромными кристаллами. Соль. Соль from Holy Land. Как тебе нравится? Очень нравится. Всё, что можно найти. Всё, что красиво, можно потом где-то положить. Мне всё нравится. А как тебе вообще море? Крутое, очень солёное. И очень... Смотри, ничего не тонет. Соль не тонет. Она... Вода очень масляная. Если где-то есть порезы, будет печь. Ну, офигенная. Прямо чувствуешь, как кожа становится кожей младенца. Майка, вы не порсенту в салты здесь? Ну, конечно, ты тут не тонет. Сёрти? Мэни. Здесь ты можешь в любой абсолютно позе держать воду в голову выше воды. То есть, ты считаешь, что ты не сможешь утонуть? Я считаю, что так. Короче, вот такое это море. Заходишь по грудь и сразу всплываешь. Тоже прикольно. Оно расположено на глубине 400 метров ниже уровня моря. Это самая низкая точка на планете. В неё не впадает ни одна река. Раньше впадал Иордан. Сейчас ничего не впадает. И не выходит. И оно просто испаряется. Потому становится всё более и более солёное. И уменьшается в размере. Скоро вообще границу они достраивают. Вот море уехало, забор достроили. Море уехало, забор достроили. Что с другой стороны? Вот видите эту сторону. Это Иордан. С полуазис. Так выглядит Шаббат в Израиле. Мы едем сейчас по центру Иерусалима. Как вы видите, огромное количество автомобилей. Пробки. Пробки. Трафик джем. Пробки. 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 Мы пришли в Тель-Авиве на пляж. Дина, ты любишь бич? Да, много. Тель-Авив вообще город молодых людей. Здесь вообще постарше нету никого. Очень хорошо. Только он. Я сказал, что Тель-Авив только только... Но только молодые люди там, кроме тебя. Да, я знаю. Ты живешь в Жерусалиме. Дина, ты хочешь попробовать? Хорошо. Давайте идем на сторону. Давайте идем... Арафар? Хорошо, там. Почему ты не surfишь? Нет, нет вагов. Нет вагов. Это вагов. Смотрите эти ваги. Да, это вагов. Если вагов, если вагов, если вагов, они, конечно же, могут быть перилены в таком ваге. Это может быть очень опасно. Большой вагов. Для них. Где-то. 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 Я не знаю. Я спрашиваю. ПОПЛОЕ ВТОРЖЕНИЕ 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 ВТОРЖЕНИ Продолжение следует...